День без обязательств продолжается, но есть такие обязательства, от которых вроде бы как невозможно увильнуть, да? Но даже от них! Они вступают в силу, это закон? От них, от них можно, да. 1 января вступил в силу федеральный закон. Законодательная мера предусматривает проведение налоговой амнистии в 2018 году. Закон действует уже почти месяц и появляется много вопросов. На кого он распространяется? Кто те счастливчики, кто может теперь уклониться от налогов? Все сейчас вам расскажем. У нас специальный гость, эксперт, заместитель начальника отдела урегулирования задолженности областной налоговой службы Игорь Полгородник. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Итак, первый вопрос. Что это за налоги, от которых можно... И причем законно. Законно, абсолютно, да. И кто эти люди, которые освобождаются от этих налогов? Совершенно верно. В конце прошлого года, 28 декабря, президентом подписан федеральный закон о внесении изменений в налоговый кодекс, часть 1 и 2, в частности, регулируемая статьей 11 и 12, в соответствии с которой будут признаны безнадежными к взысканию налоги и списаны по определенным категориям граждан. Хорошо. Категории граждан. Кому повезло. Это три категории граждан. Самая обширная категория – это физические лица. Все те, которые, значит, имеют задолженность по имущественным налогам. Это земельный налог, налог на имущество, транспортный налог. Это первая категория по состоянию имеющих задолженность по состоянию на 1 января 2015 года. Вторая категория граждан – это индивидуальные предприниматели, которые имеют задолженность по состоянию на 1 января 2015 года. Тоже будут признаны и списаны налоги за исключением акцизов, налога на добычу полезных ископаемых и налогов, уплачиваемых в связи с перемещением товаров через границу Российской Федерации. И третья категория – это категория индивидуальных предпринимателей, которые в свое время были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, но, тем не менее, по той или иной причине не ввели предпринимательскую деятельность, не представляли отчетность налогового органа по фактическому доходу. В связи с этим по закону 212 пенсионным фондам ранее были исчислены таким категориям налогоплательщиков пенсионные взносы в максимальном размере, то есть 8 минимальных размеров оплаты труда, умноженные на ставку 26% на 12 месяцев. Суммы были приличные – от 138 до 150 тысяч. Это та категория граждан, которые имеющие обязанность отчитываться, не представляли налоговую декларацию. Сейчас мы будем проводить эту работу в отношении всех этих трех категорий граждан. Я думаю, к 1 марта мы эту работу проведем и все задолженно и странируем. Как сложно в этом разобраться. Хорошо, что у вас специалист сегодня. А правильно ли я понял, что налоги, вот те суммы, которые были до 2015 года должны, или с 2015 по 2018 тоже все эти налоги прощаются? Совершенно верно. Что касается страховых взносов, исчисленных из максимального размера, они будут списаны по состоянию на 1 января 2017 года, то есть это 2014, 2015 и 2016 год, а по остальным категориям, уже мной названным, будут списаны налоги, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2015 года. Подчеркиваю, это очень важно. То есть 2016, 2017, 2018 заплатить нужно? Обязательно. Понятно. А безнадежные это вообще? Какие налоги? Звучит обреченно. Безнадежные, ну, само слово, это те налоги, которые, в принципе, невозможны к взысканию, и поэтому будут признаны безнадежными и будут списаны, причем будут списаны как сами налоги, так и пененочисленные на неуплаченные эти налоги. А мы платили, а вы платили. В итоге понятно, какая сумма будет списана в целом по региону? В целом по региону, но суммы оценочные, поскольку еще порядка подсписаний еще у нас нет, пока усиленными темпами они разрабатываются федеральной налоговой службой. Но могу сказать оценочно, это будет порядка 8 миллиардов 200 миллионов. По категории физических лиц, имеющих задолженность, по имущественным налогам, это будет порядка 2 миллиардов 800 миллионов. По индивидуальным предпринимателям это 1 миллиард 100 миллионов. И третья категория, это страховые взносы, исчисленные в максимальном размере, это порядка 4 миллиардов 300 миллионов. Очень и очень приличные суммы. Это большие суммы. Ну, и еще есть вопрос, а скольких людей это коснется? Это кого-то вот прям по многу или это большого количества людей? Ну, большое количество людей это имущественные налоги, хочу сказать, порядка 800 тысяч человек у нас таких будет. По индивидуальным предпринимателям 20 тысяч и по страховым взносам порядка 80 тысяч. Вы знаете, мне не очень понятно, для чего это делается. Это как-то расслабляет народ или наоборот у них появится больше желания платить налоги? Это же налоговая дисциплина. Непонятно, для чего это делается и как-то повлияет на нас. Совершенно верно. Это хороший вопрос. Здесь бы я хотел отметить, что, конечно, у платильщиков сейчас настроения приподнятые. Тем не менее, все мы знаем, что платить законом установленные налоги – это наша обязанность. Государство не может существовать без поступления в казну отчислений в виде налогов. Поэтому очень внимательно хочу предупредить, что это разовая акция. Уповать на то, что она будет бесконечной, я бы не советовал. И очень внимательно отнестись к датам. Это та задолженность, которая образовалась за период на 1 января 2015 года. Предупрежден, значит вооружен. Спасибо. Спасибо вам большое. На нас в гостях был замначальника отдела урегулирования задолженности областной налоговой службы Игорь Полгородник.